Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Несмотря на бурный прогресс медицины, несмотря на внедрение новых технологий, сепсис продолжает оставаться актуальным вопросом, и причем летальность остается высокой, она не щадит небогатых людей, широко известных, великих, в лечении которых использовали самые новые технологии, как Папа Иоанн Павел II, Мохаммед Али, и как и простых, обыкновенных людей. Так сепсис входит в десятку самых затратных до бюджета нозологии, ведущих причин смерти в цивилизованных странах. По данным сайта Консервативный совет, опубликованным 30 июня 2016 года, представлены данные, затратные, наиболее 10 затратных технологий в Соединенных Штатах Америки. Так вот, в 2013 году Соединенные Штаты Америки на лечение сепсиса в стационарах потратили 23,7 миллиарда долларов. Всего на стационарное лечение в Америке было потрачено 381,5 миллиардов долларов. 10 наиболее встречаемых заболеваний, 5 на 2011 год, опубликованных в 2014 году. Септицемия, опять же, была на первом месте, но не 23, а 20,3 миллиарда долларов. К сожалению, официальных данных статистических по уровню заболеваемости и летальности при сепсисе в Украине все еще нет. Нет национального реестра пациентов, которые переняли сепсис, нет украинского национального руководства по сепсису, хотя это есть в Великобритании, в Австралии, в Японии, в Германии. И в существующих рубриках, которые позволят шифровать сепсис и иметь какую-то статистику, всего два было сепсиса. Это бактериальный, то есть послеродовый сепсис и бактериальный сепсис. И вот с 2013 года в международной классификации болезни претерпели какие-то изменения. На этом сайте вы можете посмотреть новые рубрики, где, наконец, появились шифры всех видов сепсиса по этиологии, где впервые появился такой шифр, как септический шок, а не токсикоинфекционный, а не инфекционно-токсический или токсикосептический, как до сих пор употребляют на многочисленных конференциях даже наши коллеги. Итак, и появился синдром системного воспалительного ответа, различные инфекционные, неинфекционные этиологии. Вот этим можно пользоваться. Представлена эволюция взглядов на сепсис от Уильяма Ослера в 1992 году, через 100 лет Чикагской конференции с синдромом системного воспалительного ответа и барселонская конференция с концепцией ПИРа, микроциркуляторно-митохондриальный дистресс-синдром, представляющая опасность патогена социлиум молекулярной структуры. Все вроде бы шло к тому, что эти пазлы у нас начинали складываться, что же лежит в основе развития сепсиса. Международное движение «Выживание при сепсисе» начало выпускать каждые 4 года гайндлайнсы. 4, 8, 12 года, вот мы ждали, уже в 16 году выйдет. Но происходит третий консенсус по одиницам сепсиса, где ведущие мировые эксперты выражали ряд претензий к существующей концепции. В частности, предыдущие определения ограничены, потому что они чрезмерно сфокусированы на воспалении. И недостаточно специфичны, недостаточно чувствительны. Термин «тяжелый сепсис» вообще не имеет права на жизнь. И сепсис, предложена была шкала квик-соуфа по трём показателям. И в нелечебных учреждениях можно было определить, заподрузить наличие у пациента сепсис. Когда два из трёх критериев выходят за рамки представленных. Это 22 дыхания в минуту, нарушение сознания и систолическое давление. Но тут же, через полгода, Жан-Луи Винсент выпускает статью, где пишет, что квик-соуфа не заменит сирс в определении сепсиса. Мы хотели бы подчеркнуть, что это просто обращает внимание на, ну не является дефиницией определения сепсиса, но обращает внимание на актуальность этой проблемы, для повышения настороженности. Это не замена сирс и не является частью определения сепсиса. Инфекция без проявления синдрома сепсисно-воспалительного ответа довольно редкое явление, пишет Винсент. Отмечается почти полное перекрытие полисепсиса и инфекция по критериям 92-го года. Вместе с тем у пациентов, которые могут отмечать квик-соуфа более двух без инфекции, например, при гиповолимии, при тяжёлой сердечной недостаточности или массивной тромбоэмболии представлены последовательные действия. Один из актуальных вопросов, называется доклад «Проблемные вопросы». Противомикробная терапия в условиях катастрофы антибиотикорезистентности. Мы на предыдущей сессии послушали прекрасный доклад по антибиотикорезистентности. Представлена динамика различных патогенов по годам. Это ещё довоенные данные по Донецку, по докт.МО. Видите, как они меняются. Поэтому в каждом ваших клиниках совершенно по-другому это будет меняться. То есть, наиболее клинически значимые патогены, которые ответственны за госпитальную инфекцию. И вот, в частности, последние годы вы видите, какой колоссальный рост дают неферментирующие грамма отрицательной бактерии. Синегнойная палочка внизу, а это ацинетобактер балмания. Обратите внимание, как снизилась синегнойная палочка и повышается рост ацинетобактер балмании. И всё это в условиях катастрофы антибиотикорезистентности. Здесь представлены данные к чувствительности гентамицину и амикоцину 29. И, соответственно, 35% пришли к 2014 году. Цефтазидим против синегнойной и цефепим 4 поколения 23 и 31. И вот, наконец, карбопинемия. Меропинем в 2014 году к синегнойной палочке чувствительность была всего 18%. Ну и, да, это 18% и при 100% чувствительности калистина. И имепинем целостатин 22,5% чувствительности. По ацинетобактер балмании, причём не сговариваясь, я недавно был на конференции в Виннице, и там несколько было докладов, которые посвящены на том, что всюду поднимает голову вот этот экзотический неферментирующий патоген, который демонстрирует совершенно низкую чувствительность и по Донецку. И мы начали уже делать аналогичные исследования в Краматорске. То есть, большая доля этого патогена. Таким образом, в течение трёх часов необходимо провести забор крови для микроберического исследования и начать эмпирическую. Мы не знаем, чем вам привезли пациента с подозрением на сепсис или когда выставляете этот диагноз. При септическом шоке стартовая эмпирическая доэскалационная противомикробная терапия должна быть начата в течение одного часа от момента постановки вами диагноза или при подозрении на инфекционный процесс. Каждый час задержки, вы знаете, это прекрасная работа кумора, снижает вероятность выживания на 8%. Адекватная антибиотикотерапия предшествующей госпитализации значительно повышает шанс пациента при госпитализации в отделении реанимации уже выжить. Какие факторы, которые влияют на выбор препаратов для эмпирической терапии? Это спектр предполагаемых возбудителей, это условия возникновения сепсиса, это внебольничный или госпитальный сепсис, уровень резистентности госпитальных возбудителей в данном конкретном вашем стационаре, наличие факторов риска, тяжесть состояния пациента и явление полиорганных нарушений. Все это представлены в последних рекомендациях, которые вы можете посмотреть в интернет. И антибиотикотерапия сепсиса, когда он развивается во внебольничных условиях. Представлены препараты при тяжести пациента менее 12 баллов. Это защищенные аминопенициллилы, цифалоспорины 2-3 поколения, левофлоксацин с метронидозолом или моксифлоксацин. Если более 12 баллов, это карбопенемия 4 поколения, цифаперозон защищенный, левофлоксацин с метронидозолом, левофлоксацин препарат, особенно в дозе, которую он выпускается в фирме Юрефарм, 750 мг, имеет идеальный фармакокинетический и фармакодинамический профиль, поэтому может вводиться раз в сутки. Обладает низкой гипотоксичностью, 1 случай на 5 миллионов назначения, печеночно-клеточная холестатическая гепатита. Антибиотика тяжелая, терапия тяжелая, госпитальная инфекция. Конечно же, если вы подозреваете грамм отрицательной патогены, то это карбопенемы. Если вы подозреваете грамм положительной патогены, то назначается алинизолит, тейкопланин с ванкомицином, тагициклин, даптомицин. С позиции доказательной медицины и на основе метаанализа данных мультицентровых исследовок карбопенемы наиболее надежны в качестве стартовой терапии тяжелой эмпирической инфекции госпитальной. Но следует отметить, что ряд проблемных патогенов, в частности, сцинетопомонос, мальтофилия, псевдомонос, аэрогеноза и весь эцинетобактер, они имеют природную устойчивость к карбопенемам. Поэтому назначается вот тоже в Гайнлайнсе 2012 года комбинированная антимикробная терапия эмпирическая. Особенно она показана при наличии тяжелых госпитальных инфекций биопленок, тяжелой инфекции на фоне нейтропении, наиболее вероятность анаэробов метициллин-резистентного стафилокока и с внутригоспитальным инфицированным. Продленная. Какой вариант еще оптимизации терапии антибактериальной? Это продленная инфузия антибиотиков, о том тоже, о чем говорил на предыдущей сессии докладчик. Сокращает это окно селекции, постоянное поддержание превышающей минимальной ингибирующей концентрации. Это тоже как вариант при полирезистентной флоре. Это экстракорпоральная антибиотикотерапия, выпущенная на метод рекомендации. Это совершенно легитимный способ, которым вы можете пользоваться, используя в качестве клеток-переносчиков антибиотика. Это эритроциты, лейкоциты, то, что можно будет взять у пациента. Критерии прекращения. Тоже говорили об этом очень подробно. Это снижение температуры, положительная динамика основных симптомов инфекции, нормализация ЖКТ, отрицательная гемокультура, нормальные концентрации цирреактивного белка, количественное измерение, которое является неспецифическим маркером интенсивности воспалительного процесса, и прокальцитонина. Уровень прокальцитонина существенно повышается именно при бактериальных инфекциях и сепсисе. Прокальцитонин обладает более высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с традиционными маркерами воспаления инфекции. Однако появились работы, конечно, панацея нет. В частности, в Базеле, в Швейцарии, исследовали уровень прокальцитонина при статусе, при эпистатусе и пришли к выводу, что карель является прогнозом неблагоприятного исхода уровень прокальцитонина, совершенно необязательно при наличии бактериальной инфекции. Но вот вышли и такие работы. И тем не менее, уровень прокальцитонина в крови служит ориентиром как для назначения, так и для отмены антибактериальных препаратов. Когда вы видите нормальную его концентрацию, вы можете смело отменять антибиотики. Инфузионная терапия отдельная. Наш конгресс посвящен инфузионной терапии, при сепсисе, в частности, остановимся и в септическом шоке. Причина снижения ОЦК при септическом шоке относительная, так называемая перераспределительная или дистрибутивная гиповолимея. И поэтому эти шоки относят к дистрибутивным шокам. Дефицит объема цинкурирующей крови приводит к уменьшению венозного возврата, снижению наполнения левого желудочка, уменьшению сердечного выброса и развитию СРШ, соответственно, артериальной гипотонии. Сущность шока – это гипоперфузия ткани, которая приводит к митохондриально-микроцикуляторному дистрессу, клеточной дизоксии с переходом клетки на анаэробный путь метаболизма, развитием лактотоцидоза и полиорганной недостаточности. В 2014 году вышел консенсус по циркуляторному шоку и изменилась несколько последняя фраза в определении шока. В частности, пришли от утилизации тканевой дефоксии к неадекватной утилизации не только к доставке, но еще и к утилизации. В 2014 году изменилось это. При инфузионной терапии рекомендация – не следует использовать гидроксидителенные крахмалы, потому что они вызывают острую почечную дисфункцию. Если большой объем – использовать альбумин. В нашей стране выпускается 20% альбумин. Следует использовать агрессивную, рекомендуют, 30 мл на килограмм массы тела. И вот в 2016 году выходит в British Journal of Anesthesia рациональный подкод к инфузионной терапии сепсиса. Авторы детально проанализировали физиологию гипоэкономической венодилитации. И утверждают, что раннее использование норадреналина может улучшить результат, а консервативный подход к инфузионной терапии может значительно привести к лучшему результату. На основе фундаментальных исследований разработана концепция гемодинамически управляемой рестриктивной стратегии инфузионной терапии у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Первичная инфузионная терапия должна быть ограничена и руководствуется оценкой реагирования организма на введение жидкости. Норадреналин увеличивает преднагрузку, системно-сосудистое сопротивление и сердечный выброс. Его применение у пациентов с персистирующей гипотензией рекомендуется уже на ранних стадиях септического шока. Рекомендуется раннее у постели больного эхокардиографическое исследование сердечной функции для разработки дальнейшей тактики лечения. Либеральная, так называемая, агрессивная терапия приводит к поликомпартмент-синдрому, начиная от абдоминального компартмент-синдрома, то же самое происходит в замкнутых полостях в черепной коробке, в легких и в малом тазу. При неэффективности инфузионной терапии назначается норадреналин, препарат выбора. Если в условиях аритмии назначается мезотон, препараты крови, тоже говорил предыдущий докладчик об анемии. Анемия – актуальная проблема у пациентов, которые находятся в критических состояниях, но особенно у тех пациентов, у которых развился сепсис. Есть много факторов, которые способствуют развитию анемии. Они, как и ядрогенные, взяты в крови для исследования, как и токсические за счет угнетения эритропееза. Нельзя исключить, что одной из причин может быть увлечение деструкцией эритроцитов при сепсисе. Следующий скользкий вопрос, на который постоянно обсуждается, это использование иммуноглобулина для внутривенного ведения при сепсисе и септическом шоке. Вроде бы как в 12-м консенсусе не очень осторожно относятся и не рекомендуют использование внутривенной иммуноглобулины. Однако несостоятельность иммунной системы при сепсисе проявляется иммунным дистрессом и требует целенаправленной иммунокоррекции. Необходимо проведение дюватно-иммунотропной иммуноориентированной терапии. Это совершенно не является иммуностимуляцией, а является заместительной иммунокоррекцией, которая доказана многими исследованиями, в частности в японском Гайнлайнсе поведения сепсиса. Рекомендуется использование внутривенных иммуноглобулинов и объясняется, почему это показано. Продолжается исследование по использованию технологии длительного почечного замещения при сепсисе и в ряде случаев это имеет положительные эффекты. Итак, позвольте остановиться на выводах. Необходимо срочно на уровне Министерства здравоохранения Украины имплементировать актуальную последнюю версию 10-го международной классификации болезней для получения реальной картины заболеваемости и летальности при сепсисе септическом шоке в нашей стране. Потому что поскольку у них нет у статистиков шифров, им нечего считать, они не могут это посчитать. Это еще необходимо для определения нужного объема бюджетного финансирования профилактических лечебных мероприятий, в том числе закупок современных противомикробных препаратов, других жизненно важных медикаментов, инфузионных сред. Мы сегодня на конгрессе по инфузионной терапии и лечебно-диагностической аппаратуре. Необходимо в нашей стране в срочном порядке обсудить и принять междисциплинарный общенациональный консенсус и национальное руководство по сепсису, на основании которых будут разработаны протоколы диагностики лечения сепсиса и септического шока. Необходимо в масштабе всей страны срочно регламентировать вопросы терминологии, классификации клинической концепции, интенсивной терапии, патоморфологической диагностики, где до сих пор еще нет общепринятых критериев у патоморфолога, кроме костного мозга, диафиза, бедра, а также микробиологического мониторинга. Обращаю ваше внимание, это обязательно нужно делать. Вы посмотрите на примере Польши, как им удалось за счет контроля над продажей, выписка антибиотиков на фоне микробиологического мониторинга, локального в масштабах всей Польши. В течение последних трех лет у них опять восстановилась чувствительность к антибиотикам, которые у нас просто гибнут. Рестриктивную стратегию инфузионной терапии у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком следует считать оптимальной. Стартовая инфузионная терапия должна быть ограничена и проводиться на основании оценки реакции организма на введение жидкости. Норадреналин увеличивает преднагрузку, системное сосудистое сопротивление и сердечный выброс. Его применение у пациентов с персистирующей гипотонией рекомендовано уже на ранних стадиях септического шока. Постоянный микробический мониторинг контролирует степень чувствительности госпитальных патогенов к противомикробным препаратам и служит основным фактором выбора препарата или комбинации препаратов для стартовой эмпирической деэскалационной антибиотикотерапии. И мы тогда не будем показывать в 2004 году, как на данной конференции, данные по чувствительности. За это время столько воды утекло. Вы будете показывать результаты вашего конкретного отделения и будете принимать решения по вашему конкретному стационару. Следует применительно, принципиально изменить отношение к диагностике и интенсивной терапии тяжелого сепсиса и септического шока с учетом идеологии золотого часа и ранний старт эмпирической противомикробной терапии. Использование эпидодик продленной экстракорпоральной противомикробной терапии позволит повысить и теотропного лечения при сепсисе. Иммунный дистресс требует заместительной иммунокоррекции. Благодарю вас за внимание.